В информационной студии телеканала «Север» Елена Ванцева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Москве стартовали дни НАУ в Совете Федерации. В первый день рабочей поездки представители делегации Ниньского округа выступили с докладами в профильных комитетах Верхней Палаты Российского Парламента. Зима за полярным кругом с опозданием, но все же вступила в свои права. На смену ветрам и метелям, слабому морозцу и оттепелям пришли крепкие январские морозы, а готовы ли к холодам жители Заполярья? Духовный рост, творческое развитие и нравственное воспитание. В епархальной воскресной школе продолжается обучение маленьких жителей Наринмара. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Москве стартовали дни НАУ в Совете Федерации. В первый день рабочей поездки представители делегации Ниньцкого округа выступили с докладами в профильных комитетах Верхней Палаты Российского Парламента. В Совфеде работает и наш корреспондент Ирина Никишина. Ей слово. Впервые дни Ниньцкого округа в Совете Федерации состоялись в апреле 2015 года. И вот спустя пять лет у нашего региона вновь появилась возможность показать свои потенциалы и перспективы развития в Верхней Палате Российского Парламента. И что немаловажно, получить федеральную поддержку на решение важных для нашего региона вопросов. Дни Ниньцкого округа в Совете Федерации открыла выставка в фойе второго этажа. Здесь представлены тематические блоки, среди которых инвестиционный проект строительства глубоководного порта Индига. Параллельно с работой экспозиции Ниньцкого округа в Совете Федерации состоялись заседания сразу шести комитетов Совета Федерации. Участие в обсуждениях приняли руководители окружных профильных ведомств, заместители губернатора, сенатора Ниньцкого округа и депутаты окружного собрания. На повестках дня актуальные вопросы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории региона, вопросы здравоохранения и соцобслуживания населения, перспективы развития минерально-сырьевой базы, АПК и системы обращения с отходами. Ну а завтра в заключительный день Ниньцкого округа в Совете Федерации состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Ниньцкого округа Александра Цибульского. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север Москва». В стране начался переход на электронные трудовые книжки. С 1 января работодатели Ниньцкого округа обязаны формировать сведения о трудовой деятельности каждого работника в электронном виде и представлять их в информационную систему Пенсионного фонда России. Речь идет о сведениях о месте работы, трудовой функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с указанием основания и причины. В свою очередь сотрудники могут получать переданный в фонд сведения об их трудовой деятельности непосредственно в фонде, в МФЦ или через портал Госуслуг и использовать их для подтверждения трудовой деятельности или наличия трудового стажа. Кроме того, работодатели должны уведомить своих сотрудников в письменном виде об изменениях в трудовом законодательстве до 1 июля текущего года, сделать выбор в пользу бумажного или электронного варианта документа, необходимо до 31 декабря 2020 года. Так, в случае если сотрудник выберет электронный вариант, то бумажную трудовую книжку ему выдадут на руки, и работодатель больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение. При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит ее вести и выдаст на руки при увольнении. Отказа по умолчанию, как предлагалось ранее, не существует. Если гражданин не отказался, либо если гражданин информирует о том, что он хочет, чтобы эта трудовая книжка в бумажном виде сохранилась, она сохранится. Она будет вестись работодателем параллельно с введением всей этой деятельности в электронном виде пенсионным фондом. При этом у граждан, которые начнут работать после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки. Как ранее сообщили в Минтруде, переход на цифровой формат трудовых книжек позволит не только снизить издержки на документы оборот работодателей, но и оптимизировать и ускорить его. Для работников снизится риск потери трудовой книжки, а значит, сведений о трудовой деятельности и стаже, на восстановление которых требуется время. Автопарк ГИБДД пополнился пятью новыми автомобилями. Технику закупили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключи от машин вручил глава региона Александр Цибульский. УАЗ «Патриот», «Шкода Октавия», «Тойота Камри». Эти пять белоснежных красавцев будут нести постовую службу на территории Ниньского округа. Задачи перед госавтоинспекторами поставлены амбициозные. В рамках федерального и национального проектов количество ДТП и смертность на дорогах должны равняться нулю к 2030 году. По поручению президента, правительства в эти дни, вы знаете, что многие ваши коллеги из других регионов и мы получаем новую современную технику, отвечающую всем требованиям, которые необходимы для обеспечения безопасности движения. Совместно с округом вручаются пять единиц новой техники. Я очень надеюсь, что это будет действительно весомым вкладом в обеспечение безопасности на наших дорогах, в обеспечение правопорядка в регионе. Задачи поставлены. У нас должна быть нулевая смертность на дорогах и максимально повышенная безопасность дорожного движения. Для того, чтобы выполнить эту задачу, должны быть созданы условия. И сегодня пять патрульных машин, я полагаю, как раз будут помогать в решении этой главной задачи. В 2019 году в Ненинском округе произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. ДТП унесли жизни двух человек. Еще 37 было ранено. На сегодняшний день у нас состояние аварийности таково, что можно судить о некоторых положительных тенденциях снижения этой аварийности. На сегодняшний день у нас социальный риск составил 4,56. Это у нас уровень 2022 года. По словам Леонида Николаева, благодаря новым автомобилям госавтоинспекторы будут работать еще эффективнее. Подаренные машины имеют улучшенные эксплуатационные и динамические качества, в том числе повышенную проходимость, что позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях. Студенты учебных заведений Нарьинмара приняли участие в традиционной общероссийской акции «Студенческий десант». Мероприятие проводится раз в год и носит профориентационный характер. В первый день стажировки сотрудники полиции провели для студентов обзорную экскурсию по управлению. Первое подразделение, с которым они познакомились, стала дежурная часть. Именно сюда обращаются граждане за защитой своих прав и интересов. В дежурной части ребята увидели, как принимаются сообщения и заявления о происшествиях, и увидели, в каких условиях содержатся задержанные лица. Студенты за неделю смогли ознакомиться с работой некоторых подразделений, которые наиболее часто сталкиваются при работе с жителями округа. Могли изнутри посмотреть работу, также смогли ознакомиться с вооружениями, с спецсредствами, которые стоят на вооружении и управлении. Принять в небольших соревнованиях участие – это стрельба на стрелковом тренажере. Также мы организовали для них соревнования на лыжах. Полицейские также провели для студентов мастер-класс по боевым приемам борьбы и дали несколько уроков самообороны. Затем стражи порядка показали подросткам зал, где проходят совещания, помещение, где проводятся видеоконференции, после чего студенты посетили музейный уголок управления внутренних дел, где они смогли увидеть материалы, рассказывающие об истории окружной полиции. Зима за полярным кругом с опозданием, но все же вступила в свои права. На смену ветрам и метелям, слабому морозцу и оттепелям пришли крепкие январские морозы. Об изменениях погоды в регионе в следующем материале. Мы уже живем на севере, как-то хотелось бы, чтобы была более приятная зима, то есть морозца. Ну, во-первых, зимника нету, связи с деревнями нету, охотники, рыболовы тоже. В теплую погоду плохо на технике снегоходной ездить, поэтому в магазинах пусто. Не нравится снеговый мак. Нет, не устраивает, потому что перепад. Да, тепло и морозы. Буквально 10 дней назад в эфире телеканала «Север» жители Нинецкого округа просили невестную канцелярию о хорошем морозце для северян. И, пожалуй, о ней были услышаны. На термометре минус 35 градусов. По прогнозам синоптиков, третья декада января ожидается достаточно холодной. По сравнению третьей декады 2019 года с третьей декадой 2020 года, но, правда, не в полном объеме, потому что она у нас еще не закончилась, третья декада 2019 года была такой же холодной, как и третья декада 2020 года, пока по предварительным данным, по тем дням, которые вошли в третью декаду. Из-за крепких морозов занятия в школах с первого по четвертой класса отменяется второй день. Сегодня была отмена для второй смены и учеба для школьников по восьмой класс включительно. С первого по четвертой классы отменяются при температуре минус 30 и ниже. С пятой по восьмой классы отменяются при температуре минус 35 и ниже. И с девятых по одиннадцатой классы отменяются при температуре минус 40 градусов и ниже. Также, начиная с пяти метров в секунду, вводится поправка на ветер. И после каждого пяти метров в секунду, каждый метр в секунду добавляет минус 2 градуса по Цельсию. При отмене занятий обучение проводится в дистанционном режиме. Такие критерии установлены приказом Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа. Морозы доставляют немало проблем и коммунальным службам. Мерзнут не только люди, но и техника замерзает. Периодически выходит из строя гидравлика. Сотрудникам приходится приводить ее в рабочее состояние. Учреждение работает в штатном режиме, но в то же время есть ряд проблем. То есть периодически в течение рабочей смены необходимо загонять технику в гараж, чтобы она немножко отогрелась. Также люди в течение двух часов работают на улице, потом их на короткое время также погреться, завозим на базу. По прогнозам метеорологов, существенного потепления в ближайшие дни не предвидится. У нас в ближайшие 2-3 дня будет переменная облачность без существенных осадков. Может быть будут незначительные осадки местами. По температуре ночью будет достигать минус 35-40, днем минус 22-27 градусов мороза. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Акционерное общество мясопродукты переходит на новые стандарты хранения замороженной оленины. Это делается с целью увеличения производства продукции. Сейчас общепринятой и безопасной температурой хранения замороженного мяса в тушах является минус 18 градусов, а срок годности – 10 месяцев. При существующей системе Меркурий это мясо по истечении данного срока использоваться не может. Поскольку убой оленей – это сезонное мероприятие и происходит раз в год, возникает вопрос о том, что же делать дальше. Обеспечение на качество мяса – это не влияет. Нужно делать, обязательно нужно продлять этот срок и вносить изменения, обеспечивая при соответствующих условиях хранения сроки годности до полутора лет оленины. Снижение качества мяса, появление сложностей при технологической обработке туш и замороженной мясной продукции во многом зависит и от первичной обработки животных, в частности, от способа убоя. Мясокомбинат на сегодняшний день является единственным в округе предприятием по переработке мяса крупного рогатого скота и северных оленей. Продление сроков хранения позволит стабильно развиваться предприятию и увеличить производство продукции. В Ненецком округе открылся Технариум. Первая встреча клуба прошла в эти выходные на базе регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. По задумке организаторов, Технариум должен объединить любителей технического творчества и новых технологий для обсуждения проблем и создания крупных совместных проектов. Ольга Русул с подробностями. Технариум – это клуб для людей, влюбленных в техническое творчество, энтузиастов, новых технологий. 3D-проектирование, программирование микроконтроллеров, 3D-печать – здесь каждый найдет единомышленников. Я верю, что будет круто и хочу, чтобы как можно больше молодых людей, девчонок нашего города, которым это интересно, которым интересны эти технологии, которые интересны технологии 3D-печати, любые другие, металл, мы всех будем приглашать. Николай Ганиев – один из идейных вдохновителей Технариума. Уверен, клуб поможет энтузиастам воплотить в жизнь крупные технические проекты, которые пойдут на благо развития нашего региона. Эксперимент был, он начался 5 лет назад, это была мастерская технического творчества «Моторика». В течение этого эксперимента мы нарабатывали, так скажем, этот опыт и постепенно приходили к пониманию, нужно это или нет. В итоге поняли, что это нужно. Очень много людей, которые хотят заниматься техническим творчеством. В клубе нет возрастных рамок, нет ограничений, будь ты 14-летний подросток или 70-летний любитель конструирования. Каких-то совсем срочных вопросов, что-то друг другу помочь, что-то спросить. Это у нас есть болталки в социальных сетях, где мы все присутствуем и можем оперативно обменяться мнениями, информацией, вопросами. И это техно-уикенды, такой формат попробуем. То есть это в выходные дни, в непринужденной обстановке, когда у всех есть время собраться, что-то обсудить, придумать новые проекты, пообщаться. По мнению организаторов, деятельность технариума предполагает три механизма работы. Медиаблог, техно-уикенды и участие в мероприятиях окружного масштаба. Наше сообщество уже на крупных мероприятиях. Попробуем это сделать в рамках Бурандея, некой экспозиции такой интересной. Дальше у нас есть другие крупные мероприятия, где весь город, как говорится, присутствует. Это и День молодежи, и День города. На первом заседании клуба присутствовало 15 человек. Те, собравшиеся, решили проводить такие техно-уикенды регулярно, чтобы обмениваться опытом и обсуждать новые проекты. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Духовный рост, творческое развитие и нравственное воспитание. Наш следующий репортаж о епархальной воскресной школе. Сегодня в ней обучается порядка 45 ребят разных возрастов. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Епархальная школа открывает свои двери каждое воскресенье. Здесь духовно просвещаются дети с 6 до 15 лет. Однако многие родители приводят малышей и в более раннем возрасте. Я с 6 лет, я уже давно хожу в воскресную школу. Мы здесь поем, танцуем, лепим, делаем правдные поделки, рисуем. Мне больше нравится пение и рисование. В семье Каневых посещение воскресной школы – добрая традиция. Марк пришел сюда впервые, когда ему было 4. Спустя 3 года мальчик с большим удовольствием продолжает посещать уже полюбившиеся занятия. Воскресная школа отличается тем, что мы тут учимся молитвы. И мы в школе делаем поделки из пластилина, поем, еще мы рисуем, танцуем. И еще мы рассказываем стихи и играем по ролям. Прикосновение к душе ребенка требует от наставника особой деликатности. Опытные педагоги открывают детям огромный мир духовно-нравственного воспитания и традиции православия. В этом году в школе реализуются такие предметы, как закон Божий, церковнославянский язык, колокольный звон, музыка, театральное творчество, рисунок, творчество с бумагой, с бисером. В декабре месяце мы были на заседании НКО. И там от представителей некоммерческих организаций прозвучало, что в городе именно не хватает нравственности. И мы делаем акцент на это направление. Помимо прочего, воскресная школа призвана подготовить ребенка к осознанному посещению церкви, показать пример благочестивой жизни и обеспечить духовный рост. Благодаря обучению в такой школе, ребенок постепенно и в доступной для него форме получит основы духовности и нравственности. Елена Ванцева, Владислав Носкин, Телеканал Север Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин